Всем привет! Получила снова с сайта Shein вещи на обзор и спешу поделиться с вами. Очень понравились мне мои приобретения и хочу просто даже вам похвастаться. Все в этот раз настолько мне понравилось, что я не стала бегом-бегом из упаковки все это вам показывать. Отгладила, привела все это в должный вид и показываю. На мне сейчас блузка и жакет с сайта Shein. Брюки у меня Faberlic, я их надела для того, чтобы сформировался комплект. Грязно-розового цвета пиджак, чисто белая блузка с кружевом. Ну и для начала я покажу вам, как они на мне смотрятся, а затем мы с вами рассмотрим размер, посмотрим, как все сшито. Это я уже сниму с себя вещи и буду вам показывать в руках. Давайте начнем с блузки. Вот такая белая шифоновая блузка. С запахом. Здесь есть еще ткань основания, которая пришита кружева. Сзади на спинке тоже, если у вас вдруг поднимется немножко ткань, то здесь пришита кружева. Тоже оно будет, возможно, даже при движении слегка виднеться. Распашончатый такой у нее крой. Мне, в принципе, нравится. Но единственное, немножко смущает, что живот просвечивает через кружево. Ну, возможно, если надеть юбку повыше, да, бывает же у юбки с завышенной талией, то это будет не так заметно. Ну, честно говоря, нормально, в принципе, не сильно тут это все заметно. Так что я носить точно эту блузку буду именно под жакет, который у меня сейчас здесь. И очень легкая, очень приятная. Не знаю, мне кажется, что в ней будет совершенно не жарко даже летом. Никаких пуговиц нет. Очень-очень достойная блузка. Я ее, кстати, видела в рекламе и в Инстаграме. Почему-то бывает, иногда между фотографиями проскакивает реклама, и именно эта блузка почему-то мне постоянно в ней рекламировали. Я захотела ее. Я ее нашла на страничке и заказала. Несмотря на то, что вроде бы летний сезон уже закончился, но я люблю вот под кофты, под пиджаки вещи без рукавов для того, чтобы они в рукавах не собирались, не скатывались. Поэтому предпочитаю что-то без рукавов. Решила, что поношу и осенью, и зимой под какую-то вещь. Ну, вот, кстати, под этот жакет. Жакет мне тоже очень понравился. Я выбирала из нескольких и выбрала этот грязно-розового цвета. Хотя вроде бы на осень в офис уже можно было бы взять что-то потемнее, посерее, покоричневее. Но этот цвет я обожаю просто такой грязновато-розовый. Это даже немножко в сиреневый уходит. Понравился рукав. А сейчас я посмотрела во многих марках сшиты именно такие жакеты-разлетайки без пуговицы с уже присборенным рукавом. То есть здесь есть зашиты места, за счет которых держится вот эта сборка. Я перед тем, как гладить, даже боялась, смогу ли я прогладить эти места. Но ничего, все хорошо. На специальном рукаве, который идет в гладильной доске, все это хорошо разглаживается. И вот таким уже присборенным видом выглядит. Ну, по поводу размера. Я долго выбирала размер. Не могла понять, то ли мне S, то ли M. Но решила ориентироваться на свои плечи. И взяла там ту вещь, которая по плечам более широкая. Но опять не угадала. Наверное, надо было брать мне L. Это у меня, по-моему, M размер жакет. Надо было брать L, потому что все равно немножко плечо у меня выглядывает. Но у меня плечи шире, чем у стандартных людей. Хотя никаким спортом я не занималась. А так вот, мне кажется, даже видно, это заметно. И даже не знаю, то ли мне убрать эти плечики, то ли оставить. Посоветуйте, пожалуйста, будет ли нормально смотреться без плечиков. Они здесь маленькие, поролоновые, просто вот такие крошечные. Я читала в отзывах об этом пиджаке, что девчонки выпарывают эти плечики. И пиджак немножко по-другому садится. Я вообще не швея. Если я их отпарю, то я их уже обратно не ставлю, если мне не понравится. Поэтому не знаю, как мне поступить. Ну, а здесь крючка никакого нет, пуговки нет. Потайной крючок просится. Ну, и, собственно, да, карманы. Карманы здесь, наверное, есть. Я их еще не распарывала. Может быть, это просто обманки, клапаны надо... Сейчас посмотрим.